МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Статистика показывает, 80% людей знают, что такое инсульт. 50% имеют представление о симптомах. Но только 20% осведомлены, что нужно делать при их возникновении. Вас приветствует программа «Будьте здоровы» и я ее ведущая Ирина Заикина. Тема нашего сегодняшнего выпуска – инсульт и его профилактика. Пока гром не грянет. По принципу этой поговорки к врачам обращаются большинство россиян. Но есть ситуации, когда подобная тактика неприемлема. Мало того, смертельно опасна. Речь об остром нарушении мозгового кровообращения – инсульте, который только в нашей стране ежегодно настигает более полумиллиона человек. До недавнего времени риск развития инсульта прочно ассоциировался с возрастом старше 60 лет. К сожалению, сейчас НИТУК все чаще диагностирует и в более молодые годы. Малоподвижный образ жизни, некачественное питание, стрессы на работе и дома. Но они все приводят к чему? Это прежде всего нарушение липидного обмена. Особенно у мужчин. Почему? Потому что у женщин защищают эстрогены. Поэтому женщины гораздо меньше болеют, чем у мужчины. А у мужчин вот эта стрессовая ситуация ведет к повышению холестерина, в свою очередь ведет к развитию атеросклероза. И сейчас отмечается очень раннее развитие гипертонии у молодых людей. А гипертония, как и сахарные диабеты, это основные, как мы говорим, в нашем поставщике инсультов. Неврологи легко вычисляют своих потенциальных пациентов во время профилактических осмотров. Повышенный холестерин и уровень сахара в крови выявит анализ крови, гипертонию, цифры артериального давления. Приходя, допустим, в поликлинику на диспансеризацию, мы сдаем определенное количество анализов. Это, допустим, будет уровень сахара в крови, холестерин. Измеряется давление, записывается электрокардиограмма. Но на основании даже вот этого минимального базиса уже доктор может сделать вывод, насколько у человека высокий риск развития какого-то сердечно-сосудистого заболевания. Есть факторы риска, которые мы не можем контролировать. Например, пол, возраст, наследственность. При этом многие факторы связаны с нашим образом жизни и поддаются корректировке. Например, курение, лишний вес, питание. Каждый может значительно снизить риски, изменив свои привычки. Особенно внимательны к факторам риска должны быть люди, чьи близкие родственники перенесли инсульт. Процентов 70-80 всего нашего уровня здоровья – это наша наследственность. Поэтому каждый человек должен знать, какие у него предки, чем они болели, от чего они умерли. И это очень важно. Особенно хотелось сказать про семьи, в которых есть сахарный диабет. С рождения ребенка должно быть уже образ питания, образ жизни. Это большие физические нагрузки, это какие-то секции, это исключительно диета, которая препятствует развитию сахарного диабета. Это не то, что, допустим, у бабушки сахарный диабет, бабушка соблюдает диету, а вся остальная семья кушает, что хочет. Тортики, конфетки и все остальное. Нет. В этой семье должно быть эстетика питания уже у всех. В последнее время специалисты говорят о том, что когда человек длительно пребывает в депрессии, это тоже значительно повышает риск развития инсульта. Сейчас отношение к депрессии такое не так, что это плохое настроение, и человек чем-то недоволен. Сейчас это рассматривается как серьезное заболевание, такое же, как и гипертония, и как сахарный диабет, которое способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, если, допустим, кто-то из близких, родственников, друзей, вы видите, что пребывает длительно в каком-то плохом настроении, в апатии, нежелании что-то делать, ну, нужно поговорить с этим человеком. И не обязательно, допустим, сразу идти, допустим, к психиатру или к психологу. Может быть, начать его привлекать по каким-то интересам куда-то, да, но помочь человеку или хотя бы обратить его внимание на то, что вот это ненормально. Если есть какая-то проблема, не надо от нее прятаться под одеяло, а нужно ее решать. Выходить в люди, общаться, заводить друзей. Если требуется какая-то медикаментозная помощь, то не нужно стесняться, нужно принимать. По статистике, физическая активность снижает вероятность инсульта на 15-20%. Отсутствие вредных привычек уменьшает риск мозговой катастрофы на 20%. Если человек контролирует артериальное давление, сердечный ритм, уровни холестерина и сахара в крови, вероятность инсульта снижается на 50%. Бывает, что инсульт настигает человека на работе или прямо на улице. И в этот момент рядом оказались именно вы. Счет идет на минуты. Что делать? Как распознать симптомы мозговой катастрофы? На что обращать внимание в первую очередь? Врачи рассказывают, какие действия при инсульте помогут спасти человека. В случае с инсультом решающее значение имеет время. Чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем больше у него шансов на полное восстановление. Медики начинают обучать навыкам оказания первой помощи, при этом недуги, уже со школы. Вы вообще знаете, что такое инсульта? Инсульт, ну, в принципе догадывался, но сейчас нам полностью объяснили, что это, как спасти человека от инсульта, как помочь ему оказать первую помощь. Инсульт опасен для человека, он может, человек может в любой момент умереть от инсульта. Очень важно знать симптомы инсульта, чтобы своевременно обнаружить их у себя или у кого-то рядом. Если заметили какой-либо из признаков, необходимо срочно вызывать скорую помощь. То, что заметно сразу, это движение. Это движение. Или вот чувство, многие говорят, вот я раз и потеряла ощущение в половине тела. Вот смотрите, если, допустим, у нас два полушария, правая и левая, иннервируется правая и левая сторона. Вот если какие-то ощущения возникают в половине тела, это, допустим, слабость в руке и в ноге, это онемение всей половины тела, это уже очень серьезный знак того, что в голове что-то происходит не то. При нарушении кровоснабжения мозга человек не может улыбнуться, поднять руку или ногу, повторить фразу. В самом слове «удар», которым часто называют инсульт, кроются его основные признаки. У – улыбка, Д – движение, А – артикуляция, Р – решение. Губа, два угла, они смещаются. Человек начинает говорить невнятно. Нам объясняли, что человек не может управлять левым полушарием, то есть левой рукой, левой ногой начинает размекать. До приезда скорой помощи пострадавшему нельзя резко изменять положение тела, заставлять вставать или ходить. Нужно обеспечить полный покой, максимально облегчить дыхание, расстегнув ремень, верхние пуговицы рубашки, не давать никаких лекарств и не кормить. Человека укладывают в горизонтальное положение, на поверхности, на жесткой поверхности. Затем, если возможно, потеря сознания – это приподнять ноги, ну вещи те же самые, сумку там подложить под ноги, чтобы был отток крови к сердцу, головного мозга больше, чтобы нагрузки меньше было на периферические сосуды, на нижние конечности. И, естественно, не заставлять человека физическую какую-то выполнять функцию. Даже в этот период времени нельзя пить, есть. Медики подчеркивают, не стоит выжидать, а вот само пройдет. Если инсульт заподозрен, нужно срочно вызывать скорую помощь. Перевозят таких больных на специальном реанимобиле, в котором сразу же можно начать проводить интенсивную терапию. Если потеря сознания, смотря какие есть гемодинамические нарушения, если, конечно, там отсутствует, например, давление, низкое давление, соответственно, дыхательные движения, нарушение дыхательных движений, ну это то есть кома процента должна быть, тогда уже реанимационные мероприятия. Некоторые инсульты вызваны кровотечением, которое происходит при разрыве кровеносного сосуда, так называемый геморрагический инсульт. Но чаще происходит закупорка артерии, это ишемический инсульт. Клиническое понятие, которое проявляется совокупностью какой-то очаговой симптоматики или общемозговой, которое возникает всегда остро, внезапно, на фоне острого нарушения мозгового кровообращения. Бывает оно разных видов, но два таких основных – это ишемический и геморрагический инсульт. Ишемический он более, скажем, вариабельный в плане начала, в плане развития симптомов. И геморрагический инсульт – это кровоизлияние, как правило, это всегда состояние достаточно острое, внезапное, как удар палкой по голове, некоторые пациенты так описывают. И при кровоизлиянии всегда больше превалирует, допустим, общемозговая симптоматика в виде головных болей, нарушение ориентации и пространственного видения мира. Инсульт не случайно называют ударом, ведь обычно он настигает внезапно. Конечно, последствия обширного инсульта наиболее серьезные, но и микроинсульт – это тоже не шутки. Если, допустим, у нас за пять суток возникла ситуация, она разрешилась, и у пациента практически инвелировалась вот эта неврологическая симптоматика. И мы потом, когда делаем контрольное исследование, компьютерную томограмму головного мозга, там даже, может быть, не оказаться никаких следов от перенесенного инсульта. А об этом мы говорим микроинсульт. Инсульт, мы не знаем, куда он будет развиваться. И вот, допустим, в первые сутки мы ведем, даже если у человека там легкий гемипарез, да, или легкая какая-то неврологическая симптоматика, мы его будем точно так же агрессивно вести, как и очень тяжелый инсульт. Потому что мы должны сделать все для обеспечения крови кислородом головной мозг. Максимально эффективная помощь, возможно, если больной попадает в так называемое терапевтическое окно, когда с момента первых признаков инсульта прошло не больше двух-трех часов. В максимально короткое время, практически с первых минут мы сразу делаем компьютерную томограмму. Вся бригада у нас, вне зависимости от времени суток, года или еще чего-то, вот, вся бригада в течение 50 минут уже в больнице, круглосуточно. Вот, делается ОЗДГ сосудов головного мозга, эхокардиография обязательно. Обязательно смотрится на глазное дно, потому что там определенные моменты, по которым мы можем судить о наличии какого-то патологического процесса. Вот, естественно, биохимический анализ крови весь развернут, электрокардиограмма, коагулограмма. При подтвержденном, то есть, диагнозе, то есть, имеется в виду после компьютерной томографии, пациенты госпитализируются в отделении реанимации, где, ну, начинается сразу, собственно говоря, и терапия, и в том числе мониторинг. То есть, пациент подключается к монитору, то есть, с него снимаются все показатели, ну, витальных функций. Вот, и параллельно проводится сразу коррекция гемодинамики, то есть, коррекция артериального давления. Если это нарушение дыхания, то пациенты переводятся на искусственную вентиляцию легких. Сегодня в нашей стране выстроена система экстренной специализированной медицинской помощи. В каждом регионе открыты сосудистые центры, где применяются современные технологии введения больных со сложными состояниями. Даже если я, как невролог, буду вести переговоры с сосудистым центром, человек в это время уже получает всю необходимую помощь. Это будут и дезагреганты, это будут статины, это будет нормализация давления, это будет улучшение кровообращения мозга. Все, весь патогенез, который задействован, это уже с этого момента начинается сразу лечение. В зависимости от вида инсульта, выписку и данные компьютерной томограммы уже профильным специалистам, те, которые могут вмешаться иммазивно в эту катастрофу. То есть, если это геморрагический инсульт, то мы работаем с Ноябрьском, где есть нейрохирургическое отделение. Если это ишемический инсульт, то мы отправляем выписку и визуальную картинку головного мозга в сосудистый центр города Ноябрьска. По словам специалистов, чем раньше началась реабилитация после инсульта, тем больше шансов на успешное восстановление. Есть методы реабилитации уже с первых часов. Чем раньше их начать, тем лучше будет результат. В нашей стране разработана комплексная система реабилитации после инсульта, когда пациентам занимается команда специалистов, неврологи, физиотерапевты, психологи, массажисты, инструкторы ЛФК. Начинаем с самой минимальной нагрузки. Мы занимаемся у постели больного, то есть это пассивная суставная гимнастика. Потом по мере активизации пациента мы уже прибавляем нагрузку и расширяем комплекс упражнений. Двигательные нарушения – самая частая проблема пациентов после инсульта. Хотя, как отмечают медики, не бывает одинаковых сценариев восстановления, есть базовые принципы физической реабилитации. Начинать упражнение лучше с более сильной стороны, чтобы подать пример менее сильной. Выполнять их медленно, осознанно, без боли и чрезмерной усталости. Больной не должен, в принципе, испытывать какие-то болевые ощущения, потому что болевые ощущения связаны с очищением пульса и с подъемом артериального давления, чего как бы допускать не стоит. Лечебная физкультура может проводиться как индивидуально, так и в группах. Упражнения помогают активизировать работу мозга, расширить диапазон движений и укрепить дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Есть гимнастические палки, есть мячи, различного диаметра. Есть у нас сейчас в наличии тренажер, называется мини-байк. Он для рук, для ног. Ну, то есть там меняются педальки, можно и руками, и ногами работать. В ходе реабилитации после инсульта обязательно используются физиотерапевтические методики, массаж, магнитная электромиостимуляция. При этом медики подчеркивают, что восстановление после инсульта – задача комплексная, требующая участия как врачей, так и самого пациента и его родственников. Как только человек захочет встать, он встает, в каком бы состоянии он ни был. А мотивация, конечно, это окружающие его родные люди. Вот когда человека окружает любовь, добро, когда родственники приходят с позитивом, дарят ему этот позитив и говорят, поддерживают его во всех его начинаниях, потому что даже движение какое-то может быть очень болезненное и для него это как наказание ЛФК, но они все равно целенаправленно начинают работать, поддерживают. И человек, чувствуя вот это вот участие близких людей, я именно говорю про близких, потому что медицинских работников все равно не так воспринимают человека, когда он понимает, что с ним случилась катастрофа, а синие все рядом, эффект от лечения гораздо лучше. Инсульт – тяжелая и опасная болезнь, но если случилась беда, нельзя отчаиваться. Успешное восстановление во многом зависит от настроя самого пациента, а программа реабилитации поможет восстановить нарушенные болезни функции и вернуться к привычному образу жизни. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и будьте здоровы. Увидимся на телеканале «Вектор». Субтитры создавал DimaTorzok